всем привет ребята это битвы с мастерами мастерами странам цели не попадаются поэтому играем не мастерами проблема в том что к сожалению оптимальное время для ваших комментаторов записывать ролики это как правило ночное то есть вот вы сейчас можете видеть на моих часах половины второго ночи на следовательно разница со швейцарией у нас два часа у никиты вот видите 2332 у меня уже восьмое число поздравляю всех женщин с международным женским днем какие-то еще поздравлять ученики ты может еще не поздравлять чему же надо заранее более всех женщин которые поздравлять они все живут в россии да присоединяем д5 что мы играем на сначала слон д3 на позиционную компенсацию мы наверное в первую очередь должны вам сказать то что очень тяжело найти людей на чизкоме чтобы с нами поиграли мы мучаемся ждем часами днями годами они все не принимают слушают мастера принимайте наши вызов приходите бейте нас потому что мы с лагами с швейцарским ужасным интернетом ого же потому что потому что название рубрики огребаем от мастеров на самом деле радость у нас попался почему радостник типичный план и совершенно совершенно не радостный на самом деле и что и видимо просто захватывает пространство ну это не всегда приятно в лице да это совершенно не радостно то есть это просто позиционный прием ну вот он дает коня поставить на е4 а уже скорее радостно то есть на коне 4 он уже хочет же 4 зацепить нашу пешку мы можем или поддаться на провокацию или поддаваться даже не знаю что все таки поле е4 очень такое заманчивая вкусная вкусная ну видимо нельзя играть к сожалению хани 4 потому что это и вся эта штука за черных видимо проходит такие что ты предлагаешь я предлагаю глупо пожертвовать фигуру как тебе идея а то есть и пойти конь дэш 6 а не так что еще произошло на доске уважать его на фигуру после конь дэш 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 5 а это все посчитал да но это все глупо то есть ученые или выиграны очень близко к тому причем радость ну вот он стал нас брать фигуру это же радостно все так и что что мы получили мы получили без пешки да ну да не стало проверять нашу держать теперь мы просто будем играть в худшую позицию пойдем ладе е8 ладе е1 подкатим кушку определенная игра еще не то что прям сдаться нам не на самом деле линия вскрыта и поэтому печаль тоскавка в смысле линия вскрыта что нам да линия g я имею ввиду там а ну да ну пытаемся видишь пытаются найти контроль может быть ферс ферс е4 ну что я е4 ферс 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 что шоу ферс 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 А8, типичного для Никиты Он сам не раз Не раз говорил А, кстати, вот слон H3 есть такой интересный ход? Или нет? Слон H3 найдено Да, и здесь нужно какое-то отвлечение Заманчиваю там Но вот Полезли Нужно идти ставить мат Ах, видимо План был Ферже 4 А, нет, Ферже 4 А вот напали на пешку F3 Два раза Отдается оперим к пешку Мне кажется, брать ее не стоит Вот так вот F5 А, я не займ... А, все, слон H3 был Под защитой Ферзя Ну, хочется избавиться От пешки E5 Я не знаю, почему Никита этого не делает Что-то колдует На королевском фланге И туча Туча около черного короля Определенно Около белого короля Определенно начинает сгущаться Ж4 радостный ход И вышвыривает, так сказать Черного Ферзя И слон на H3 упал К сожалению И мы получили позицию без ладьи Без ладьи Но активность высока Конь очень мощный На E3 И мы верим в камбэк Пешка на C2 зависла Вот Взял Никита на C2 Подвисел Подвисел он на D2 Соперник это видит Да, ладья зависла на F8 Все Заметили Все видим Все слышим Может где-то уже H5 Пора H5 Ну да Идея простая Видимо H5 Вскрыть вот этот Вскрыть линю АЖ Поставить ладью На эту линию И слона куда-то засунуть У нас соперник играет Очень грамотно И пока ничего не дает сделать Хотя конь конечно На E3 внушает Доверие Лично мне Напали на ладью И куда ее девать Непонятно Я вижу только одну клетку Клетку B7 Но ставить туда Определенно не очень хочется Ну или Ну вот да Никита поставил на пункт B7 Ну По времени Определенный перевес Нет Нет Никакого перевес Был Был у черных Небольшой перевес Все таки играть позиции Без лазы Так вот Отдали на B5 Напали на На G6 Это серьезно или нет Я бы наверное взял на B5 Там вроде нет никакого мата Или есть мат Шах Шах А Там мат Печально Нужно играть Вадя B8 И на Ферз G6 Белый не имеет возможности Поставить мат по 8 Или Или как Ну вот Просто решил Никита отдать на G6 Да И теперь спастись От всех этих матовых идей Ну вот теперь Напали на слона И видимо сейчас Последует какой-то слон Да Слон же 8 И Защитить слона Ресурсов по-моему нет А есть вот такой Ресурс Ну это по-моему уже Какие-то Конвульсии у черных Ничего им по-моему не помогает Ферз G7 мат Да Вообще Если честно Довольно сильная игра Со стороны Соперников То есть я играл ужасно Как и все партии сегодня Но несмотря на это Мы продолжаем Немножко неясно Для меня причинам Итак Разыгрываем И Кирилл Отдаю Отдаю Микрофон Кирилл Разыгрываем Модный вариант Никита здесь Знает очень много Интересного Я лично здесь Всегда играю Конь Не знаю почему Конь D4 Конь D4 Ферз G4 И стараюсь накатить F4 И F5 Ну вот Вот видимо Лично в этой партии Никита будет Играть на инициативу Как мне кажется И Конь D5 Выглядит Серьезным ресурсом Не знаю Насколько это Корректно Но Конь D5 В таких схемах Практически всегда Основная идея Белых Ну вот Да Освобождаем мы линию С пункции 1 Для Лади Не хочется Менять чернопольника Но Я бы его С другой стороны Поставил Наверное Его на G3 Допустил бы Размен Побил бы FG И Вскрыл бы линию Таким способом Ну а теперь Серьезно начинает Угрожать По моему Конь D5 Линь Так Под такой Рентгенчик Небольшой Попал черный ферзь И серьезное Отставание По Времени Так Ну вот Я бы повел Слона через D3 На B1 Такой Не знаю Типовой Для меня Лично Для меня Ресурс Вроде бы Белопольник Становится Просто Гигантом После Какого-то E5 Там Но Вот Конь D5 Накинули На Конь D5 Побили 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 Отыграли Коня И вот Белопольник Стал Достаточно Активным Теперь Есть всегда Какой-то Ресурс На доске Да Никита Задумался Вот Видимо Думает Надходом Конь D5 Считает Что-то Но Видимо Нужно Как-то Подключать Все фигуры В атаку Может быть Какой-нибудь Тонкий Перевод Ладьи Через C4 Или Т4 Но Вообще Конечно Ладью Хочется Поставить На G3 И Напрямую Пройти Дать мат Но Слишком Много Темпов Это Все Займет Делан И Стоит Обратить Внимание На Ладью На E8 Которая Рентгеном Смотрит На нашего Ферзя По-моему Никита Вообще Проблема С интернетом Он Что-то Не хочет Ходить Уже Наверное Секунд 40 Никита Ты живой Вообще Да По-моему Вылетел Никита Ну ладно Ну как Вы оцениваете Эту позицию Дорогие Друзья Мне кажется Есть у Белых Инициатива Ну а По материалу Здесь Лишняя пешка У черных О Все-таки Интернет Подводит Если честно Ферзь А4 Ферзь А4 И мы Напали На Ну не на Мат Но Очень опасно Напали На пешку А вот Что задумано На Д5 Для меня Пока Непонятно Ну Ну На Д5 Видимо Никита Просто Перейдет Ферзь На А4 Я так Считаю Достаточно Интересный План Да В общем То Ой Ой Вот таким Вот путем Защитили На Ф7 Решили Отыграть Белую Пешку И катать Эту Позицию Со Слабой Пешкой На Д6 Ну вот Пустили Даже На Д7 И очень Хочется Использовать Свои фигуры Для Логичного Завершения Этой Партии Прошу Прощения За Сообщение Которое Которое Вас Наверное Смущают Белопольник Конечно Не хочет Сменить Я бы Конечно Поставил На А4 Ну вот Допустили Допустили Белые Сдваивания Пешек То есть И опять В очередной Раз Зависел На Ф7 Вот Соперник По-моему Не видит Или видит Побили на Ф7 И на Д6 Падает После Взятия На Б3 Вот По-моему Можно Побить Побить Или Можно Кладица Один Поддержать Напряжение А Кладица Один Нет Такого Ресурса Наверное Нужно Взять И взять На Д6 Да На Д6 Будет Взят Или Не будет По-моему Там Все Держится Нет На Д6 Никита Не берет Видимо Но Ход Владяда 8 Мне очень Понравился С потерей Фигуры Хотя По-моему Там Слон 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 С5 И все Держалось Так Ну а Что У нас Мы перешли В лишний Эмшпиль Ой Лишний Какой Эмшпиль Мы Перешли В По-моему Не очень Удачно Складывается Партия Так Подводит Конечно Еще Интернет Ну Конечно Здесь Заберут На Нет Никакой Тактики По-моему Можно Да Никита Решил Зачтить Пешку Так Как Пешка На Д6 Это Слабость И Нужно Сделать Какую-то Форточку И Вообще Нужно Коня На Ж5 Привезти Нужно Нужно Не захотел Никита Делать Форточку И Видимо Все Дело Все Партия Закончится Флугар Угар Угар Король Е2 Скоро Уже Парад Будет Включать Предход Что Так Что-то Произошло Важно Не отойти На Е7 Сопернику Да Не допускает Таких Ошибок Начинает Никита Цепляться К пешкам Двойной Удар Такой На Д6 И Ж7 Соперник Задумался И Видимо Нашел Такой Симпатичный Ресурс Ну и Дело Все Кончится Рубкой Флагов Который У Итальянцев По моему Шансов Маловато Потому что Гадикап 6 секунд На флажке Это Достаточно Весомая Фора Тут Какие-то Ничьи Но Ничьи Никто Соглашаться Наверное Не будет Это Просто Побили И 3 секунды Лишней Форы Приводит К Первой Победе С Итальянцем Ну и Четвертая Партия Этого Матча Еще Один Глоточек Воды И Опять У нас Сицилия Вариант Найдерфа Что ли Нет Соберник Пошел Какой-то Чушь С4 Я вообще Первый раз Вижу Такой Ход Я В общем-то Не особо Сильный Шматист Поэтому Может быть Есть Такой Вариант Ну Ферст С7 Стоит Удачно Я вообще В сицилиянской Защите Не особо Сильно Разбиваю Не особо Сильно Разбираюсь Но Знаю То Что Считается Одним Из боевых Вариантов Шахмат Ну Я Хотя Так Не считаю Так Ну Что У нас Здесь Белый Так Не спеша Развивается Хочется Наверное Я Б Да Давно Бо Игол На Д4 Потому Что Конь В центре Доски Это Сильная Фигура Взяли Ферзем Так Это Е5 Или нет А Е5 Не одного Одного Удара Не хватает Но я бы Ф4 Пошел Белыми Серьезный По моему На мой Взгляд Угроза Ну Вот Три Ноля Вот Так Вот Решили Напасть На Слона А И Видимо Черные Уйдут В 2 Ноля И Получится Такая Интересная Игра С накатом Пешек Черные Пока Не спешат С рокировкой Видимо Хотят Выиграть Какой-то Лишний Темп Чернопольник Менять Не хочется Я бы Наверное Не менял Может быть Слон Ф4 Стоит Пойти Повторить Ходы И Перейти Следующей Партии Где Получится Белый Цвет Никита Но Чернопольники Разменялись Но Можно было Это делать На Ну да Ферси Ф4 Теперь Тот же Буан Нет Решил Соперник Катальяне Отойти На Б1 Почему-то Поддерживает Активность На Фланге Может быть Уже Стоит Рвануть Ж4 Вскрыть Некоторые Линии Так Отдали Пешку На Е4 Можно ли Е4 Брать Или Это Ловушки По-моему Ничего Страшного В том Что По-моему Соперник Просто Земнул Или Я По-моему По-камере Ничего Больше Не вижу Кони Е4 Кони Е4 Кони Е4 Ферси Е4 Шаг Слон Д3 Ферси Ферси 2 А Кстати Интересно Вот Мне Как Любителю Почему Никита Не взял На Ж2 Потому Что Скрывается Линия Ж Что Приводило Вероятно К Опасной Атаке Белых Как Минимум К Инициативе Вот На Ф2 Тоже Тоже Не Хочет Брать Пешку Хочет Менять Ферзей Получает Структуру И возить Этот Эншпиль Тухлый Эншпиль С лишней Пешкой Так Ну Важно Не земнуть Вадю На А8 Да Собственно Все это Замечено И хочется Наверное Пойти Слон Без 7 А Нет Слон Без 7 Не хочется Пойти Потому Что Пешка Без Подвисает Или Не Подвисает А Обратите Внимание Что Брать На Д7 Нельзя Потому Что Висит На Е4 А После Размена На Д7 Надежно Защищена Ладьё С другой Стороны Отъели На А6 И Черным Нужно Искать Какую-то Игру Связанную С Пешками Ну Вот В Ладь А7 Видимо Надо Сиграть А Вот G6 Сначала Такой Тычок Не Выпустить Короля Здесь Видимо Задача Никто менять Не будет Отъели На G6 И Вот Пошла Такая Игра И По-моему Белых Позиции Поактивнее Владя Д4 Так Д6 Можно Играть Или Д5 Ну G4 Будет Задвинут Наверное А нет Решили Побить Так Ну Пешка Наш 4 Никуда Не денется Никуда Не убежит Пока Белые Тратят Бесценные Темпы На Какие-то Бесполезные Ходы Сдвоенной Крайней Пешкой Черные Обстраивают Свой Центр И Видимо Одна Из этих Пешек Я Надеюсь Станет Ферзем Так 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 Это Не мат Вот Вот Уже Неприятно Приходится Бить И у нас Получается Две Лишних У белых Да Тяжелая Позиция С другой Сторон А Д6 Держится Да Какой ужас Время Шлепать Ну вот Пытаются Черные Образовать Проходную Видимо Ни хрена У них Не получается А почему Не взять Нельзя Был уже Почему А Промежуток Промежуток Интересный Так Нужно Отойти Королем Из-под Связки Наверное Нельзя Толкать Пешку Ф Потому Что Всегда Вадя Ф4 Двойной Да 6 Секунд Платит 27 И Видимо Счет Становится 3 1 Да Три Лишних Пешки Говорить Не о чем Абсолютно Тух Веншпи Даже Даже Я бы Выграл Отключился Аплит Ход Да Посмотрим Насколько Затянется Еще Эта Партия Я Ставлю Свой прогноз Что она Протянется Ровно 74 Хода Посмотрим Насколько Я прав У белых Лишний Ферзь Никита Все слышит Я его мотивирую Продолжать Играть Видимо Не 74 Хода Да Я уже Ошибся Что Вообще Происходит На доске Непонятно Но идет Шлеп Шлеп К сожалению Дело Поведили По времени 80 ходов Ошибся Чуть Итак 3-1 Соперник Играет Достаточно Неплохо Видео Уйдет Уже 24 минут А С3 Коин С3 Гамбит Мора Разыгран На доске Вот Вот Этот Противный Вариант С Е6 Кто-то Чихает Будь Здоров Ферзь Е2 Опять Мы ждем Жертвы Коняна Д5 Да Этот Вариант Мы уже Видели С вами Буквально 9 минут Назад Все То же Самое Разыграно Напомню Что Тогда Белые Срубили Флаг Черным Для меня Большой Секрет Почему Вот Конь Д5 Фигурки Поменялись Ну Вот На самом деле Вот так Если взглянуть То Позиция Белых Гораздо Больше Меня Привлекает По той Причине Что У них Большая Активность Две Активных Лади Два Активных Слона И Не Хватает Пешки Ну Конечно То Что Не Хватает Пешки Меня Гораздо Больше Привлекает В позиции Гор Потому Что Нужно Играть Радостно Нужно Жертвовать Материал С другой Стороны Могут В любой Момент Забрать НЦ6 Наверное Или Соперник Сейчас Пойдется 5 Никита Это будет Последняя Партия Я уже Устал говорить Сам Собой Ну Ты же Меня Заставляешь Играть Когда Я Не Могу Это Делать Так Что Должен Страдать Извини Ладно Согласен Следующее Будем Месте Комментировать Я Соберусь И Не Буду Играть Так Удастно Знаешь Когда Ты Знаешь Когда Ты Молчал Качество Записи Было Гораздо Лучше Так Тем Более Надо Молчать Солон Ну Не Хочется Менять Солонов А Что Делать Висит На Б2 Может Быть Какой Находится Ресурс Какой Нибудь Ресурс Должен Найтись Да Блин Ну Вот Эту Позицию Что 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 Ну Вот Тонночка Очень важна Шахмат Я Видел На третью Нужна Форточка Для Каких То Переводов Денежных Ну Все Теперь У Белых Очень Простая Игра Не Допустить Размена Ладей В первую Очередь Поставить Свою Ножи Три Или Аж Четыре На Черную Самой Ловной Клеточку И Попытаться Просто Дать Мат С Помощью Белопольника На Пешку Б2 Можно Забить Вообще Сыровый Плац Нет А В чем Что В этом Плохого Ну Он Неработоспособен Почему Слишком Оптимистичен Ну Просто Я По жизни Такой Вот Я Зна Наш План Работает Владяжи Три Очень Хочется Сыграть Или Ладья Е3 Сначала Так Можно Наверное Забить На Пешку Б2 Как же Мы будем Выиграть Когда мы Забьем На Пешку Б2 Мы будем Давать Мат Мы Поставим Ловушку Сезона Сейчас И в чем Идея Что Он За Наф Не Попадается А Жаль Ну Нужно Играть На Феркс Б2 Ладья С6 Выигрывал Как Нужно Играть Ладья Д3 Ладья Один На Д3 Хорошо Отдаем На Ф2 Согласен Типичная Типичная Бездарная Идея Какие-то Шахи И Тактика Ребята Да Но Она Не рабочая Почему Потому что Ф4 Ф4 А Сначала Ф4 Нет Ладья На этом Бартия Видимо Заканчивается Почему А Вот Чем Какой Длинный Ход Ферзем Я не Учел Все Только Начинается Ты Не Донес До Пункта Т5 Ну Ну Основные Идеи Этого Этой Позиции В том Чтобы Срубить Флаг Надеюсь Вы Все Понимаете Почему Чтобы Срубить Флаг Нужно Не проиграть Сразу Тоже Очень Важно Так Не С помощью Белопольника Тут Сразу Не Проиграешь Это Железно Да Нет Уверенность Ну А как Никак Не Прицепишься К Ж2 Ну Все Успеть Пешки Надвинуть Просто А4 Нам Нужно Играть Позиции Безкачества Как это Оценивается Скажи Мне Нет Дома Что Пока Не Поменять Материалы Точно Успеть Че Выиграть Не знаю Начинает Немного Притормаживать Так Можно Побить Или Нельзя Побить А это Небезнадежно Или Безнадежно Нет Это Выигран Объяв Не очевидно Так Побили Он Успеет Дать Мат За это Время Нет Не думаю Так Тут Шлеп Шлеп Да На это Уже Смотреть Не очень Интересно Комментирует Собственно Тоже Не особо Интересно Как Че Что Смотрит Не очень Интересно Мы Зачем Это Записываем Ничейку Ничейку Выдралось Да Настяще Чем Как Как Тебе Мои Комендария Ну Неплохо Но Понимаешь Качество Парти Оно Ужасно Нельзя Показывать Людям Ну Смысл Ты Не писать Собой Той Действительно Тупо Зевок На Зевке Просто Нужно Байлайн Потому Что Но После Длин Ну Потому Что